всем привет дорогие друзья вы снова на канале ранчо у санчо а у меня сегодня классная обновочка давайте же посмотрим я заказал себе казан еще один на 12 литров четко да кстати стоит не шатается ничего а потому что здесь плоское офигенное дно я выбирал себе казан по нескольким своим критериям первое это чтобы он не шатался потому что когда ставишь казан очень классно чтобы он стоял ровно и не шатался без всякой подставки далее я хотел чтобы крышка закрывалась и она была вот здесь вот в пазу тем самым крышка при приготовлении не убегает то есть у меня на 8 литровом казане просто крышка сверху на казан одевается и когда вы что-нибудь варить и жарить и она пар выделяется и она может убегать и соответственно вот так вот она убежала и пар выходит то есть здесь в этом плане все отлично а главная фишка этого казана это вот это вот бакелитовая ручка то есть у меня есть 12 литровый казан где эта ручка просто вот отсюда она от плавилась и все приходится мастерить что-то думать здесь из бакелитового материала выдерживают до 300 градусов и вы не боитесь во первых не обожгетесь во вторых она не отлетит главное что здесь есть еще инструкция то есть я покупал два или три 4 даже уже казана я приобретал нигде не было инструкции вот это вот маленькая такая фишечка но она очень крутая то есть можно реально посмотреть как обжечь канаве казан как ухаживать за ним так что ребята спасибо что вы положили отлит этот казан на заводе на конвейере и это означает что здесь везде ровная толщина стенок а это значит что просто пища будет равномерно приготавливаться не будет пригорать потому что где-то тоньше где-то больше вот там где тоньше может пригорать как в других казанах бывает а здесь все это будет четко офигенно обработан он здесь вручную он очень гладенький очень хороший нету никаких здесь примесей песка и все остальное приготовление будет отличное в этом казане продукта сегодня мы готовим бишбар мак это я очень давно хотел приготовить это блюдо но не решался ну тесто возиться я не люблю но это все ерунда это главное приготовить попробовать вкуснейшие блюда бишбар мак друзья сейчас я в течение там двух-трех часов в зависим сколько мне займет времени подготовлю казан к приготовлению пищи я его обожгу и нанесу слой антипригарные то есть маслом это все смажу кстати если кому интересно во первых инструкции из комплекте во вторых вот здесь вот есть видео как это делать я это уже делал показывал поэтому кто приобрел новый казан пожалуйста проходите смотрите как его подготовить приготовление пищи казан я обжег ушло у меня на это три часа я специально засек чтобы у вас было понимание сколько приблизительно времени на это затратится как я уже и сказал сегодня мы готовим бишбар мак для этого я выбрал говядину можно сделать из баранины по вашему желанию говядину я взял на кости лопаточную часть и говядину мякоть обязательно возьмите косточки вот говяжий то есть чтобы мясо было на кости так бульон получается более насыщенный а в этом же бульоне мы будем же делать еще и тесто и также ошпарить лук поэтому вот этот бульон а еще в пиалочку налить с лучком выпить потрясающе вкусно погнали отправляем 12 литровый казан на огонь укладываем мясо заливаем это все водой так чтобы покрыло мясо и вот теперь будем варить мясо приблизительно полтора два часа спустя приблизительно минут 20 бульон закипел когда образовывается здесь пенка собирайте и и теперь можно посолить бульон отправляем душистого перца одну луковицу немножко лаврушки и морковку и теперь на слабом огне уже пускай кипит полтора часа друзья уже час кипит говядина бульон просто восхитительный я вот даже вот сюда чуть налил буду пить шучу поехали готовить теперь тесто для этого берем 300 грамм муки и просеиваем и сюда в центр отправляем одно яйцо и потихонечку начинаем это все все замешивать можно добавлять воду но я добавляю бульон говяжий так гораздо вкуснее и я не подсаливаю тесто муку потому что бульон у меня уже немного соленый а теперь руками хорошо в течение 10 минут вы мешали тесто подворачиваем его так посмотрите нажали она восстанавливается хорошее вымешанное тесто убираю в пакет и отправим в холодильник пока говядина доварится и через полчаса начинаем делать тесто нам нужно его очень тонко раскатать и поделить его на небольшие квадратики так как у меня здесь площадь небольшая и это тесто поделил на три раза и три раза раскатаю вот такое тонкое тесто должно получиться сделаем также луковый соус как его называют так тоненько нарезаем лук полукольцами лук складываем сотейник и ошпарим говяжьим бульоном мясо идеально проварилась потому что она уже очень мягкая достаем его отсюда морковь которая варилась нам уже не нужно тоже ее отсюда достаем и и разваренный лук через сито ошпариваем лук я бульон немного процежу тут у меня чуть-чуть зелени лука и укропа и уже чистого бульончик наливаем в пиралку и отправляем вариться кстати прибавляем огонь забыл сказать вот так вот быстренько все накидали и на сильном огне их варим здесь как вы любите можно сделать их аль денте чтобы они немного были тверденькие можно обычные не забывайте помешивать чтобы они не слипались теперь следующим слоем выкладываем лук лук можно еще немного вот прям проварить но мне в таком состоянии больше нравится когда он прям чувствуется его можно пожевать подготовим мясо мясо вот прям руками берем мясо очень хорошо отделяется потому что она очень хорошо проварено и прям делим на кусочки кстати я слышал чем меньше мясо на рубишь тем сильнее ты уважаешь своих гостей потому что взрослые люди не могли кушать большие кусочки и делали вот прям маленькими маленькими но это я так вычитал я не знаю правда неправда поэтому специалистов много пишите комментарии укладываем слой мяса и сверху немного зелени друзья сегодня бешбармак я приготовил в казане 12 литров премиум сегмента за что огромное спасибо ребятам с валбриса главное преимущество это казана то что крышка плотно сидит и есть выкрымки вот под этот вот крышку и она не сползает во время приготовления идеально ровное дно когда можно поставить это все и не бояться за то что ваш казан может просто перевернуться казан отлита автоматически на заводе и соответственно стенки везде равномерно одинаковой толщины и равномерно приготовляется ваши блюда это тоже большой плюс и этот казан изготовлен сто процентов из чугуна без всяких примесей а это значит что вы качественно всегда приготовите свое блюдо в казане огромное спасибо еще раз ребятам с валбрис если вы хотите реально хороший казан с премиум сегмента то проходите ссылочка в описании под этим видео и в закрепленном комментарии и если что этих казанов всего лишь 20 штук осталось их на валбрис всего 19 один у меня если хочешь такой же казан как у меня то обязательно проходи и заказывай себе такой хороший премиум сегмента казан друзья вот такое вот легендарное казахское блюдо получается правильно его есть конечно же руками потому что бешбармак переводится пять пальцев берется так берется мяско берется лучок заворачиваем и поедаем это восхитительно и бульончик друзья насколько это вкусно вот это должен каждый попробовать обязательно это потрясающее мясо разварено мягенькое хорошее тесто лучок я не могу остановиться друзья всем огромное спасибо кто смотрел я буду ждать все возможные комментарии возможно кто-то мне напишет что это неправильное приготовление бешбармак но мне очень вкусно вот мне не хватает козы было бы вообще идеально друзья всем огромное спасибо всем до новых встреч пока пока